Традиционно в Губкинском дважды в году проводятся общегородские собрания для родителей и законных представителей выпускников 11-х классов. Цель – рассказать об особенностях экзамена текущего года, ответить на вопросы и донести информацию об итогах предыдущей государственной итоговой аттестации. Так, в прошлом учебном году нарушений в ходе проведения ЕГЭ не обнаружено, экзамен сдали 100% выпускников. После проведения государственной итоговой аттестации мы всегда проводим анализ, подводим итоги. Ну и мы наблюдаем такую тенденцию, что рост качества успеваемости наблюдается в нашем городе. Поэтому я надеюсь, что в этом году наши выпускники не будут являться исключением и точно так же успешно сдадут все экзамены. В этом учебном году 168 губкинских выпускников будут сдавать единый государственный экзамен. Кардинальных изменений по сравнению с предыдущей аттестацией не ожидается. Точно так же при сдаче ЕГЭ по иностранному языку устная часть добавляется по желанию выпускника, а обязательный экзамен по математике разделён на базовый и профильный уровни. Единственное отличие – в случае получения неудовлетворительного результата по математике, ученик сможет выбрать, на каком уровне его пересдать. Например, ваш ребёнок выбрал только математику профильную. И, не дай бог, он не получил достаточного количества баллов. Естественно, есть резервный период, где обязательный предмет он может пересдать. Это позже основного периода. И здесь ребёнок вправе выбрать, либо ему повторить профиль пересдать, или всё-таки сдать базовый. Родители убеждены – своевременная осведомлённость о ходе проведения экзаменов – важная составляющая успешной подготовки к ним. Помогают более где-то точно узнать, какая новая информация появилась. Во-вторых, я думаю, что родители все переживают где-то панику убрать, что всё будет хорошо, что просто надо немножко, чуть больше усилий приложить, чем обычно. Родители тоже должны быть в курсе, чтобы отслеживать, как дети сдают. Допустим, дети-то знают всю эту информацию. Мне ребёнок уже давно рассказал, потому что им уже донесли. А родители обязательно тоже должны знать. Также на собрании обозначены сроки основных этапов проведения аттестации – с 28 мая по 20 июня. Откроет компанию по сдаче ЕГЭ, география и информатика. Завершит литература и физика. В данный момент выпускники для допуска к экзаменам готовятся к написанию итогового сочинения. Определено пять тем – отцы и дети, мечта и реальность, месть и великодушие, искусство и ремесло, доброта и жестокость. Сочинение 11-классники напишут 5 декабря. Валерий Усманов, Денис Гимб, Новости Губкинского.